Здравствуйте дорогие друзья! Вот очень интересно, если мы читаем наши древние книги, то мы знаем, кем в прошлой жизни был Маше Робейнов Великий и кем был Балак, о котором рассказывается наша недельная глава во многом. Мы много раз возвращаемся в этот мир. Написано, что сейчас вообще нет людей, которые первый раз пришли. Это высокий слишком душ. Как это происходит? Человек хочет получить награду, заслуженную награду. Всевышний говорит, отлично, если тебе хочется подняться на более высокую ступеньку, получить заслуженную награду, я тебя спущу в мир, максимум на 120 лет, съездив в командировку, вот это мелочи по сравнению с вечностью, и там все заработаешь. Человек радуется, душа сильно радуется, получила право, и при этом ей говорят, вот смотри внимательно, вот здесь ты будешь жить, тебе создаются идеальные условия, ты родишься в той семье, что надо, ты сделаешь все, что надо. Больше того, душу скажут, мы тебе создаем вот такую ситуацию, такие условия, которые идеальны для полученной тобой миссии твоего исправления. Вот так все происходит. А дальше что? А дальше человек спускает в мир и, к сожалению, все забывает, начинает все по новой. И в этом коридоре, ведущем из одной жизни в другую, причем верить в это или не верить, это каждый может решить для себя. Надо только, еще раз повторю, представить одно. Представьте себе, что вы не правы, и кто-то думает, что этот мир конечный, и что действительно окажется, что это коридор. И вот в этом коридоре вы потратили все свое здоровье, все деньги, не взяли с собой ничего в дорогу, у вас тут красиво, мебель, там все, что хочешь. Но потом ты приходишь в мир, в котором живут тысячи лет, голый босс и без еды, тебя все спрашивают, ты кутаешься в какие-то лосмоти и плачешь, потому что запасов вечной дороги не было. Этот мир, написано, является полигоном, созданным Богом для души. Все. Мы должны пройти вот здесь такую какую-то свою миссию, свою работу, потому что Дыша хочет изменить свое положение в том мире, в котором он находится вечно. И получает, еще раз повторяю, определенное задание с определенными заранее известными, что сделать, как сделать. И при этом, например, великий Аризаль писал, что человек должен знать, что там, где он сталкивается с особыми трудностями, таится его исправление. Вообще, вот обратите внимание, в физическом, в духовном мире законы одинаковые. Если нужно усилие, преодолевать сопротивление, если этого нет, роста не будут. Мускулы и разума, и воли, и вот тут колено, одинаково накачиваются. Нужно сопротивление, которое ты преподобаешь, и все. Представьте себе, вы купили абонемент в самый лучший тренажерный зал города. Вообще, это вы специально готовили, собрали, там, взяли себе, там, с кроссовки, все, пришли. А там диваны, чаи, пирожки везде. Ты спрашиваешь, в чем дело, где, где это? Вы знаете, мы решили подумать, ну, что мы будем мучить человека? Пусть немножко отдохнет, здесь расслабитесь. Вы обрадуетесь такому? Нет, потому что вы пришли в зал тренироваться. Булки вы покушать можете в другом месте. Так вот, кто прав? Вы или администрация этого зала? Очевидно, вы. Аналогичным образом человек приходит в этот мир, и творец дает ему разнообразные тренажеры, чтобы с их помощью развиваться. Эти тренажеры называются, вот как это, что-то, жизненные трудности, разные испытания. Это то, что помогает человеку строить, возвышать себя. И каждое испытание, которое мы проходим, поднимает человека на высокую ступень, и мы выигрываем огромный бонус. Если все было просто и ясно, там, в холодильнику, как пройти, которая, красная дорожка, конечно, никто бы никаких наград не было. И поэтому все мы, что мы делаем здесь, в общем-то, мы делаем для будущего мира. Мудрецы говорили, помните, что пока душа в теле, она может укрепиться, возвышаться. Когда человек покидает этот мир, он ничего не сможет исправить. Испытание там, где есть запрет. Вот тут, кстати, здесь начинает работать злое начало. Помните, увидел Ахава, что плод в вкусный, а как можно увидеть, что не пробуя, что плод вкусный. В этом и суть. Так злое начало с нами работает. Нет ничего случайного. Все в нашем мире не случайно. Все испытание. Обратите внимание, в иврите, в идеальный язык, который построен от Бога, слово микре, случай, при перестановке букву, дает выражение рак миошем. То есть все только от Бога. А если убрать промежутки любителей иврита, между словами этой фразы, то получится слово рикма, ткань. То есть ткань мироздания формируется из случайных, на первый взгляд, событий, которые на самом деле происходят только по воле Бога. Итак, случайность, это имя Бога, когда он не хочет показать себя. И ничего случайного в мире нет. И мы с вами здесь не случайно. Поэтому к любым сложностям, к любым проблемам, да они неприятны, но надо относиться как еще улыбки Бога, а не как иначе. Брахава от слаха всего самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok